А может быть мы можем какую-то красивую решетку замутить? О, хрень! Какая хрень? Я замутил хрень! Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами снова будем играть в Майнкрафт! Вот именно, играем в Майнкрафт! Приветствую вас всех, дорогие Майнкрафтеры! Сегодня мы с вами будем продолжать выполнять задания, которые вы мне дали. Возможно, не конкретно ты, возможно, кто-то другой, кто смотрит меня. Вот, например, ты. И ты, тот, кто не дал задания, постыдись. Ты должен был дать задание. Потому что мог бы дать мне задание, я бы его выполнил, попал бы ты в видос, перед друзьями понтанулся, понимаешь? Итак, задание на целую серию видео от Хмурого. Задание называется «Мой дом, моя крепость». Расширить дом, сделать пол в доме, улучшить визуально дом. Расширить дом. Значит, нужно будет сделать дополнительные комнаты. Но насколько расширить, он не сказал. А значит, я могу расширять по своему усмотрению. Давайте. Вот здесь делаем проход. Причем сразу дверь давайте поставим. Делаем прекрасный фундамент, очень надежный. Его нифига не размоют, ни капли. Вот здесь начнем. У нас будет вот такой вот небольшой отсек. Возможно, я здесь буду спать. И здесь будет окно, я буду смотреть на красивый вид. Правда, этот вид сейчас депрессивный немного, но это пройдет. Это пройдет когда-нибудь. Депрессия обязательно пройдет, вот увидишь. О, здесь еще одну дверь замутим. Прикольно будет. Вот, мне нравится. Здесь можно будет заборчик поставить. Я как раз его стырил. Да, вот здесь. Ой, комната стала теснее как-то на вид. Ну и все потому, что нет окошка. А окошко мы сейчас замутим. Я уверен, что надо просто расплавить песок. Да? Все верно, плавится. Стоп, а стекло это тоже считается как окно? Или это разные вещи? А, нет, смотрите, есть стеклянная панель. Это не считается, да, стеклом получается? Да нет, вроде бы вот стекло. Ой, разбило, не вернуло мне. Блин. Окей, вот стеклянная панель. 16 штук. Нет, стоп. Нет. Нет. Я уже сделал, да? Я сделал уже. Фак. Ну, может быть, это считается? А, да, да, смотрите. Вот такое вот у нас окно. Теперь можно рыбой сломать кровать и поставить ее сюда. И как раз у нас один факел остался. Да, конечно, в этом отеле тесноват номер, но я сфоткаю его на широкоугольный объектив. И на букинге будет смотреться отлично. Ой, блин, еще и протекает крыша. Ладно, закрою, так и быть. Мне, если честно, вообще не очень нравится, что тут такие низкие потолки. Посмотрите, какие они здесь. Потому что здесь я прорыл днишко. Почему я тут не сделал этого? Не пойдет. Вот. Как-то так. Мы пробьем здесь. Это кузнечный станок был. Кузнечный станок можно вот сюда опихнуть. Уже лучше гораздо. Только теперь окно выглядит очень тупо. Это сломать. Нет. Я всегда пустую трачу резы. Вот. Ну, разве не красота? И вот здесь, да, никто не пройдет теперь. Даже я не могу пройти. А мы закончили с реновацией дома? Не думаю. В общем, нам нужно сделать в доме пол. Это все чертовски просто. Может быть, из диорита сделать? Камень мы превращаем в плита из диорита. А это что такое? Плита из полированного диорита. Я хочу полированный. Чтоб скользко было. Раз, два, три. И теперь я не могу пройти. Класс. Ладно. Давайте уберем кровать. Попробуем еще раз. Так что ли? Раз, два, три, четыре, пять. Я не знал, что здесь есть половинчатые кубы. Вот он пол. Но я не могу сюда ничего поставить. Убираем. Нет, ну, может быть, чтобы сделать пол, нам нужно просто положить вот эту плитку. Ну, не плитку, а кубики деревянные. Типа у нас ламинат. Типа того. Как красиво. Ну да, похоже, это то, что нужно. Теперь кровать ставится. Факел сюда. Красота. А, теребится везде это сделать. А если я сделаю подкоп? Давайте проверим. Вот, раз, два. Стоит. А, можно вообще не париться, значит. Все будет стоять. Полы менять, это очень сложно всегда. И забыл, что здесь у меня, оказывается, ловушка. А может быть, мы можем какую-то красивую решетку замутить? О, хрень. Какая хрень? Я замутил хрень. Берись. Вот. Будет красивый стеклянный пол. Ой, как красиво я придумал. Ты здесь? Полоскун стоит здесь. Ну, что ты обиделся? Ну, поверните ко мне. Полоскун. Кто здесь? Кто здесь? А, вот он. А, Евгений, это, значит, ты был. Я понял, это по вонючему запаху из твоего рта. Ну да, мы же помним, что полоскун, он всегда следит за гигиеной. В отличие от всех остальных зомби. У меня прикольнейшая идея появилась. Она тебя касается, полоскун. Перестань смердеть здесь, Евгений. Какой ты неблагодарный. Я сейчас тебе такую приколюху замучу. А ты до оскорбления пускаешься. Стыдно должно быть. Так, где это мы? Мы должны быть где-то уже прямо... Мы здесь. А, хорошо. Теперь нам надо как-то его приманить. Сюда. Сюда. Нет. 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 Чёрт. Чёрт. Да, блин. Он заманил меня. Что я сделал? Нет. Он выбрался. Полоскун выбрался. Пусть он бьёт меня здесь. Да, блин. Что дел... Сволочь. Нет. Сюда иди. Сюда. Куда всё моё дело? Я всё... А, всё, всё, всё здесь. Окей. Окей. Да ты не можешь выбраться. Всё. Ты не можешь... Ха-ха-ха. Чё я делаю? Я... Я... Я очень плохо мыслю в Майнкрафте. Он мой меч забрал, да? Он мой меч, блин, забрал. И идёт за мной с моим же мечом. Давай, сюда иди. Сюда подошёл. Да и всё. Убил меня. О-о-о-о. Почему всё так быстро реагирует? Блин, я не навижу. Ой, боже мой. Так. Наконец-то. Всё. Нет. Я сказал всё. Так, сюда подошёл. Хорошо. Хорошо. Он идёт. Он идёт. Он идёт. Вот. Изолируем, мразь. Всё. Замуровал. Он здесь. Привет. Проходи, проходи. Не стесняйся. Вон он. Короче, мы будем отсюда наблюдать его. Мы сделали такой вот маленький вольерчик. Не скучай там полоскун. Теперь у меня есть собственный домашний зомби. Прорубим здесь окошко. Вот она. Так, скажите мне, друзья, это считается красивым домом? Как там дела у тебя, полоскун? Какой воинственный. Посмотрите, с моим мечом. Тварина. Ладно. Пусть живёт. А мы поспим пока. Рядом бродят монстры. Нет. Неужели вы хотите сказать, что я не могу уснуть теперь из-за того, что рядом полоскун? Вся моя затея накрылась, да? Нельзя своего ручного зомби заводить. Ломаем эту нашу фигню. Надо теперь всё по-другому сделать. Роем ему тоннель. Можешь спокойно идти. Вот, наконец-то. Получилось. Теперь надо здесь вообще всё заделать. Я думаю, мы даже можем, знаете, облагородить вот эту территорию. Мы же как раз сделали очень красивые плитки. А чем эти плитки не ступеньки? Вот. Ой, как удобственно. Ой, как уд... Нет? А. Уйди, листва. Ой, как удобственно. Типа, получается, мы можем сделать вот так, и вот так, и вот так. Вот это декоративно, да? Согласитесь. Вот это напоминает уже элитный дом. Давайте не будем слишком глубоко его закапывать. У нас здесь три уровня. Вот так. Получится? Мы прям будем так близко на него смотреть. Только нам песка не хватает. Параллельно я хочу выполнить ещё какое-нибудь задание. Например, ретро предлагает подрыватель веселья. Добыть песок, убить крипера, сделать ТНТ. Экипируемся. Железные сапоги, железные штаны, железный шлем, железная кираса. И щит. Воин готов. Погодите, нужно сделать железный меч. Воин не готов. Железный меч, и есть. Воин готов. Как же нам сделать ТНТ, взрывчаточку? Порох, песок. Хорошо, я так понимаю, что крипера нужно убить, и из него порох выпадает. Но я хотел параллельно выполнить, но я передумал. Давайте по порядку, иначе мы запутаемся. А ещё нам придётся очень-очень далеко идти, чтобы добыть песок. Аж пустыню. А, или вот. Прямо рядом с домом. Окей, хорошо, я добыл много песка. Сейчас мы его расплавим. И получим вторую часть витрины для полоскуна. Опа, всё. Интересно, если потрясти эту штуку, снег там появится. Будет кружить красиво. Ух. А теперь го спать. И утро мы пойдём с вами ловить крипера. Утро наступило, мы идём ловить крипера. Если вы не забыли, потому что ночь прошла уже целая. Вы могли и забыть наши планы сегодня. Так, лук есть. Мы экипированы. Можем ли мы сделать стрелы? Можем мы сделать стрелы. Итого у нас их восемь. Итак, задание убить крипера. Но убить мы его не можем сблизи. Потому что он сразу взорвётся. Нужно будет лук использовать. Для этого мы коротки сделали стрелы. Вперёд. Кто ты? Торговец. Как ты здесь? У тебя всегда большие проблемы, я так смотрю, да? Со своими ламами. А, блин, наверное, не нужно было спать. Надо было в ночь идти. Криперов гораздо больше ночью. Ну и что, мы сейчас просто в горы сходим. Вон он. Иди сюда, бетч. Иди. Вот он меня заметил. Что, давайте попробуем. Хоп. Есть. Мы взяли порох. О, смотрите, какие-то грибы. Думаю, они тоже нужны будут для каких-нибудь рецептов, возможно. Для рецептов счастья, например. Опа, перед нами новый биом. Это, как я понимаю, сосны. Да? Похожи на сосны. Вдалеке какая-то изба. Я знаю, что у нас есть задание, но я должен сходить туда посмотреть. Кто? Кто по мне стреляет? А, это крапива. Неожиданно, блин. А, фу, больно. Это куст. Это какой-то шиповник, да, я так понимаю? Сладкие ягоды растут на очень несладком кустике. Хорошо, очень сытно. У меня как раз-таки закончилась еда. О, это деревня? Тут тоже все вымерли. Эй, кто-нибудь. А здесь есть кто дома? Нет. Стоп. У-ля-ля. Ну-ка. У-х, хорошо. О, как хорошо мы зашли. Ну-ка. О, и здесь какая-то интересная штука. Картографический стол. Мы можем карты делать? Я заберу тебя. Странно, что все жители куда-то просто исчезли. Ммм. А, вон где жители живут. Это какое-то место, не знаю, для особых, видимо, господ. Типа меня. Горный курорт. А та моя прислуга. Это крипер? Это крипер. Очень аккуратно надо спуститься за ним. Хорошо, давайте попробуем, значит, аккуратненько. Оп. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. А, черт. Попал. Тихо-тихо-тихо, не взрывайся. Не взрывайся. Есть. Болим. Две стрелы у меня есть. И еще один крипер. Я, мне кажется, я не убью его. Нужно три, как минимум. Хотя, погодите, а если я возьму лук, который мощный? О! Ну, он оправдал себя. Офигеть как причем. Так, я, наверное, зря в это ущелье прыгнул. Хотя нет, по этой реке смогу сплавиться. Наконец-то дома. Так, давайте вспоминать. Мы хотели сделать ТНТ. Для этого есть абсолютно все. Берем и крафтим. Стоп, погодите, мы же выполнили задание, да? Расширить дом и улучшить его визуально. И сделать пол в доме. Он улучшился визуально. Он расширился. Не ори полоском! И стал лучше выглядеть визуально. Поэтому задание выполнено. Ну вот мы сделали ТНТ. Мы добыли песок и убили крипера. В целом, считай, задание выполнено тоже. Но хочется что-то сделать с этим ТНТ. Хочется что-нибудь подорвать. Также я еще для себя отобрал задание от ЯГУГи. Называется задание скотоводства. Сделать ферму коров, куриц, свиней, барашков на выбор. Скажу вам так. Ферма у меня есть. И в ней уже сидит одна скотина. Да, полоскун? Ты, возможно, думаешь, что сделал мне плохо, закрыв меня этим стеклом. Но на самом деле ты сделал перегородку. Чтобы оградить меня от твоего зловонного дыхания. Видите, скотина настоящая. Поэтому задание выполнено. Осталось только что-нибудь подорвать. Так, поставили. А теперь пробуем. Ой, опасность. Давай, ба-бах! Ба-бах! Все? Это все? Вокруг даже ничего не взорвалось. Это динамит и вправду подрыватель веселья. Я думаю, на этом, друзья, мы с вами закончим играть в Майнкрафт. Мы выполнили сегодня три задания. По-своему немножечко, но не жалуйтесь, пожалуйста. Лучше пишите новые задания, которые дальше продвинут меня по игре. И, пожалуйста, подробнее пишите, как мне что сделать. Потому что некоторые задания, которые вы пишете, предполагают кучу всего, чего я не знаю. И мне лень искать информацию. Пишите все подробно, понятно? А также те, кто не пишет задания, но хотят, чтобы я выполнил что-нибудь другое, прикольное, ставьте лайк этому заданию, этому комментарию, чтобы он наверх поднимался. И тогда я выполню его, может быть. От души надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то поставьте кучу лайков. И также подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. В этом канале вас ждет море веселья. И никакого подрывателя веселья. Также, если вы здесь впервые, зайдите на сам канал в раздел для тех, кто хочет быть в доску своими. Те, кто хочет полностью погрузиться в нашу атмосферу, посмотрите игры, которые там представлены. Вы не пожалеете. Отвечаю вам. Также не забывайте про все мои соцсети. Ссылки на них будут также в описании. И про мои комиксы, которые я выпускаю. Я выпускаю один тайтл пока всего. Но он бесплатный. И скоро выпустится второй номер его. И он будет тоже бесплатным. На нашем сайте, который также будет в описании. Или вот здесь. Вот он. Видите мой сайт? PressE.ru Заходите. Кайфанете. Там же мой мерч подается. И скоро там будут новые поступления. Ну а с вами был Юджин. И всем пьяч! Субтитры создавал DimaTorzok